Что нужно сделать для решения проблем внутреннего рынка? Прежде всего, развивать конкуренцию. Требуются более системные меры, направленные на насыщение рынка и устранение ненужных посредников. Ясно, что в рыночной экономике посредник выполняет важную функцию. Но спекуляции быть не должно. На установление понятных и прозрачных правил ценообразования должны быть целенаправленно направлены в силе государства. Во-первых, федеральная антимонопольная служба должна активно включиться в работу. Вам необходимо совместно с производителями проработать возможности реализации остатков нефти и нефтепродуктов на открытых торгах. Что я имею в виду, когда говорю об остатках? После того, как будут выполнены или выполняются обязательства компании по поставкам в рамках долгосрочных договоров, экспортных контрактов, в стратегический резерв, вот эти остатки и должны реализовываться рыночным способом. Во-вторых, необходимо довести до ума все ранее принятые решения по развитию и стимулированию биржевой торговли, а также сформировать рынок производных финансовых инструментов, базовым товаром для которых являются нефть и нефтепродукты. Возможно, следует размещать на биржевой площадке и государственные заказанные нефтепродукты. У нас ведь Минобороны, МВД, Минтранс, Минсельхоз, другие ведомства закупают нефть и нефтепродукты в больших количествах по каким-то тендерам. И как проводятся эти тендеры, мы с вами хорошо знаем. Далеко не всегда корректно, а самый корректный инструмент – это биржа. Вот она создана и нужно, чтобы она заработала. Кстати говоря, обращаю внимание представителей Минфина на то, что для того, чтобы биржа эффективно заработала, нужно создавать стимулы для того, чтобы компании шли на биржу. Прошу вас над этим подумать. Расчёты на бирже, разумеется, по нашему законодательству должны осуществляться в национальной валюте, в рублях. Но обращаю внимание руководителей наших крупных компаний. А наши крупные нефтегазовые компании – это, безусловно, сегодня международные компании. Они больше всего интегрированы в мировую экономику, это, по сути, международные компании, но всё-таки они российские при этом. Обращаю ваше внимание и обращаюсь с просьбой. Мы должны одновременно и расширять сферу применения национальной валюты при заключении контрактов с инопартнёрами. И там, где это можно сделать сегодня, либо, возможно, было сделать в кратковсрочной перспективе, подумайте, пожалуйста, над этим. Третье. Хочу остановиться на проблеме авиационного топлива. Сегодня на него у нас самые высокие цены в мире. В Российском центре нефтедобычи, просто для примера, в Сургуте, цена тонны авиатополева составляет 36 тысяч рублей. Обращаю ваше внимание на то, что в аэропортах Парижа, Лондона, Пекина, если переводить в рубли, там стоимость 32-34 рубля. А у нас в Южно-Сахалинске 38. Просто недопустимо. Почему это происходит? Прежде всего, нужно разрушить монополию топливно-заправочных комплексов в аэропортах. Звучит грубовато, но справедливо. Переходить нужно к практике долгосрочных прямых договоров авиакомпаний с производителями топлива. Одновременно проработать вопрос о сохранении за ТЗК функции по оказанию услуг хранения топлива и контроля его качества. А при росте цен и на эти услуги строить альтернативные ТЗК. Здесь вот руководителя Федеральной антимонопольной службы нет, но уверен, он услышит то, что я скажу. Нужно Федеральной антимонопольной службе, наконец, проснуться и активно, эффективно исполнять свои функции. Если этого не будет в ближайшее время сделано, то будут приняты кадровые решения. Прошу иметь это в виду. Говорю абсолютно серьёзно. Четвёртое. Нужно научиться использовать Государственный резерв для оперативного реагирования на возникающие в регионах проблемы в снабжении топливом. Конечно, Госрезерв у нас создан для определённых целей. Нужно подумать, чтобы гибко использовать его возможности. Пятое. Необходимо строить новые НПЗ, в том числе независимые от крупных нефтяных компаний, от производителей. То есть работающие не на внутрикорпоративном сырье, а сырье, которое можно получать по рынку, на рыночных принципах. При необходимости Государство могло бы помочь в реализации таких проектов, как минимум в части создания инфраструктуры. Шестое. Следует развивать так называемую межтопливную конкуренцию, а именно создавать условия для широкого использования газа, синтетического горючего в качестве моторного топлива, переходить на инновационные технологии. Повторю. Топливный и энергетический комплекс нуждаются в модернизации, в коренной перестройке устаревших производств. Прежде всего это касается добычи нефти и её глубокой переработки. Поэтому нам необходимо серьёзно наращивать инвестиции в отечественные научные разработки и приобретение новых зарубежных технологий, в подготовку современных кадров. От этого прямо зависят конкурентоспособность и стратегические перспективы наших энергетических компаний. Ну и, наконец, последнее замечание. Стоит подумать над расширением инструментов инвестирования средств накопительной части трудовой пенсии в этот сектор экономики страны. В первую очередь, инфраструктуру, имея в виду, что он, этот сектор, был, есть и останется надёжным средством для хранения сбережений и для получения дополнительных доходов.